Всем привет, друзья! С вами Таурус, мы продолжаем играть в Vanguard Bandits. В прошлой серии мы с вами начали третью миссию, но слишком неаккуратно сыграли, и я так думаю, что основной причиной нашего поражения являлось то, что я банально переоценил свои силы. После первых лёгких двух миссий как-то слишком мы уж уверовали в нашу победу, в нашу непобедимость, и поэтому очень неаккуратно действовали. В этот раз я переиграл всё. Мы примерно сейчас на том же моменте, где проиграли ранее, но теперь ситуация несколько получше. Плюс, почему я хотел ещё начать запись до того, как Фолкнер убьёт Каморджа. Ну, в принципе, вы сейчас всё сами увидите. Давайте мы сейчас походим. Девлин пусть атакует этого телохранителя. На самом деле, я знаю, что вот в этом моменте Девлин увернётся чудом. То есть всего 13% шанс на это есть, но он увернётся. Просто я уже с помощью Севстета это выяснил. Вот, видите, оно, в общем-то, повторяется всё. То есть оно заранее запрограммировано увернётся или не увернётся враг. Ну, думаю, можно понимать это так. В общем-то, мыслить, вы сейчас, друзья, всё сами увидите. Так, Дайер подходит сзади Крейни, начинает её бить. Ничего нам не остаётся, кроме как попытаться отойти. И после этой битвы произойдёт кое-что интересное. Что меня удивило самого, несмотря на то, что я долго играл в эту игру. Зачем вам сражаться? Ваша судьба рано или поздно умереть от моей руки. Что? Что происходит? Я не могу двигаться? Что-то здесь не так. Я никогда не был так унижен. Ваше Высочество, почему бы вам не прекратить продвижение? Враг атакует. Я знаю. Мои силы на исходе. Мне нужно добраться до замка. Да, Ваше Высочество, мы должны отступать, чтобы обеспечить вашу безопасность. Но я хочу увидеть, как они умирают. Мне это доставляет удовольствие. Пожалуйста, Ваше Высочество, вы надежда всей империи. Ваша смерть станет нашим концом. Смерть? Надо. Хорошо. Услышал страшное слово и как-то сразу успокоился. Я прислушаюсь к твоему совету. Принц Деерри отступает? Так поступать глупо, будучи наследником престола. Он никогда не достигнет совершенства. Друзья, что я могу сказать на этот счет? В прошлый раз, когда мы играли, Деерри стал отступать после того, как стал отступать Фолкнер. Помните, да, ситуацию? И костюм Атак Деерри, опять называю костюм, Атак Деерри был в полной пригодности. Ну, понятно, может какие-то были мелкие проблемы, но сейчас он прямо тут сломался. Вот в этом, наверное, и прелесть игры, прелесть ее реиграбильности, да? Когда вы можете раз за разом проходить и будет что-то новое. Я об этом не знал. Вот серьезно, я с детства это всего не помню. Но я уверен, что в течение всего прохождения будет множество моментов, в которых будет что-то по-другому. Будет что-то по-разному. То есть, зависит от каких-то, наверное, внешних обстоятельств. Как поведет себе враг, как поведет себе еще кто-то, как сложатся обстоятельства, сюжеты, диалоги. Это так здорово, вот действительно. Так, у нас здесь остался последний бодигард, то бишь телохранитель. Мы его будем просто атаковать шаровой молнией. В этот раз все как-то безопаснее, кажется. Давайте так и будем поступать. Думаю, ох, еще вернулся. Ну, Бастион красавчик, что можно сказать. И Камрджифф, еще настроение неплохое. Хотя, несмотря на то, что судьба сложилась по-другому сдаере, здесь все не будет так радужно, друзья. Еще раз посмотрим эту эпичную битву, в которых происходит сразу несколько действий. То есть, по сути, такого быть не может. Всегда во время одного хода всего лишь одна атака, ну или какой-то, допустим, скилл, навык, скажем так. Который можно использовать уже после атаки. Но чтобы битва продолжалась так долго, и они обменивались разными ударами, такого, конечно, не будет. Просто сюжетная, красиво подставленная такая голливудская битва. Так, ну это мы уже читали. Даже смертью ты меня удивляешься. Битва утомляет меня. Вот, то же самое все, да? Диалог тот же самый, только теперь здесь нет доери. Да. Даере, кстати, может и неправильное произношение, но банально звучит прикольно. Вот что я могу сказать. Так. Еще поступило мне предложение, чтобы я мог битвы с... Ай, Рейна должна была ударить. Что-то я забыл про существование вот этого подигарда здесь. Ладно. Барлоу ударит и отойдет даже. А так, давайте его что-то порезом, да? Это как-то надежнее будет, хоть и урона поменьше, но все-таки. Вот, было предложение, чтобы я в пользу скоротечности битв, ну, чтобы быстрее проходить уровни, стал... Да ладно, пусть он катаклюет, а я его почти убью, зато. Вот. Богу-то тому, чтобы битвы происходили быстрее, чтобы я отключал графический показ битв. То есть, о, снеговичок. Ха-ха-ха. Эм, Девлина я бы прокачал бы, потому что... Ну, не смогу. Ладно, такое дело. Что, Бастиона позволить? Или же Бастион... А, вы знаете что? Это хорошая идея. Бастион может стать здесь и... Точно так же занять место камерджа и не дать врагам пройти. Правильно? Его не окружат, он не превратится в снеговика и все такое. Эм, так вот. Я не хочу делать битвы текстовыми, потому что, мне кажется, именно... Эм, в них красота игры познается. Эм, вот эти вот у ворота... Возможности у ворота, там, красивые какие-то спецэффекты. Я в детстве просто кайфовал от всего этого, и это для меня гораздо важнее, чем то, что происходит на карте битвы. Оно красиво, это... Это и есть игра. Поэтому мне бы не хотелось отменять это все. Далее, что я еще узнал? Эм, спасибо людям в сообществе по Vanguard Bandits. Эм, единицы... Вот это ЕС, который я принимал за единицы силы. Эм, друзья, на самом деле это единицы усталости. И когда мы атакуем, часто, да, контратакуем, когда защищаемся, когда стараемся уклониться, персонаж начинает уставать. И только лишь по прошествии какого-то времени эта усталость проходит. А так она накапливается, накапливается. Чем меньше, тем лучше. А я думал, что чем больше, тем лучше раньше. Вот именно единицы усталости влияют на то, что мы превращаемся в снеговика. Ну, а Бастиуна сейчас обойти никто не сможет. Поэтому, я думаю, мы будем постоянно контратаковать и быстро закончим на этом гитву. Так, секунду. Шаги. Следующий будет солдат ходить, да? Ну что ж, давайте тогда качать Рейну, что ли. Все-таки мне бы хотелось накачать ее, потому что персонаж-то интересный. И что мне интересно, Рейна это обычный, не знаю, повстанец, скажем, да? Точно так же борется за справедливость, как и мы. Вон, из члена корпуса Валона, да, если не ошибаюсь. Или из королевства Форастия, а не пансионы пришли, я уже и не уверен. Так. Прежде всего, я не уверен, что из этого получится. Может ли с копьем быть какой-то сильный удар? Давайте посмотрим. Нет, не может. Хорошо. Я думаю, что если мы прокачаем умение еще на одно, тогда у нас получится сильный выпад. Не сильный порез, который у других, а сильный выпад. Это будет даже круче. Я о чем? У нее уникальный атака. Хорл. Если я не ошибаюсь, такого атака в игре больше ни у кого не будет. Откуда у обычного человека, у молодой девушки, уникальный атак, которого нету нигде в мире? Ну, если так уж задумываться о сюжете. Ну, на самом деле, понимаете, да? Так, а ну, если контрудар. Шанс большой. Давайте попробуем. Это будет интересно, мне кажется. Это зрелищно. Аааа, не смог. Видите, он уже меч начал подносить, чтобы ударить. Ну, ладно, ничего страшного. Зато красиво. У меня сейчас хорошее настроение. Поэтому я думаю, что сейчас будем со всем справляться. Так, ну, в принципе, ходы можно пропускать. Главное, рей не ходить, и будет все хорошо. Так, враг просто защищается. Напоминает, как Каморж стоял на мосту, да? И мы прямо на его месте. Кстати, интересно, там как бы его атака лежит до сих пор. То есть он графически не проявляется, но все-таки. Блин, если бы я знал, я прокачал бы немножко по-другому. И, возможно, у нас уже был бы сильный выпад. Ладно. Концовка битвы получается такой, какой было начало предыдущей битвы. Только вместо Каморжа здесь Бастион, а также Рейна стоит. Так, давайте, ребята, вы ходы пропускайте. Вы все равно ничего не сделаете, к сожалению. Хотя хотелось бы. Хотя хотелось бы. Я думаю, что после этого мы с вами еще... Немножечко повоюем в рамках следующей четвертой миссии. Естественно, мы ее не пройдем. Четвертая миссия будет... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, какой сложный. Ну, не знаю, как сложится ситуация. Факт в том, что... Когда я раньше в детстве играл, да? Я ее проходил далеко не с первой попытки. С учетом того, что я играл в детстве, у меня каждая игра складывалась по-разному. Так ущутся, что шаровая молния наносит меньше урона, чем вы, по-тройной. Нет, в принципе, нет. Там просто мало и так оставалось. Вот, детство, я не знал, какие камни нужно кому уставить. Какое что. То есть у меня каждое прохождение получалось уникальным и... Да по-разному оно получалось. Совершенно разным это прохождение получалось. Вот. Так вот, что... Хотел сказать, что четвертая миссия будет очень сложной. Так, единица усталости 24. То есть оно успевает отдохнуть и успевает накопиться. Так что, в общем-то, баланс соблюден. А давайте. Давайте, давайте все-таки Рейну качать. Интересный персонаж. Хорошо. Тем более быстрее битву на этом закончат. Тяжело быть такой опасной. Рейна, ты слишком высокого о себе мнения. Скажи спасибо Бастиону, он все делает. Так, ну все. Девлин. Иона. Барлоу. Бастион. Идем дальше. Кстати, насколько я знаю, после этой битвы... Будет... Возможность разветвления сюжета. Я не знаю, нужны ли для этого какие-то особые обстоятельства. Особое поступить как-то нужно. Не знаю, это все, но... По-моему, так, друзья. Ох, это больно. Больно-больно. Враг признает превосходства. Так, Рейна пусть еще разочек ударит. Дальше. Дело техники. Бастиону наставим последнего врага добить. Так, хорошо. Долговато. Если бы это было в Fire Emblem, который я сейчас также прохожу, вернее, собираюсь продолжить проходить. О, отлично, отлично. Еще защищается дурачок. В Fire Emblem сейчас начали бы бесконечно распауниться враги. Когда столько ходов проходит, и бестал. Вот это, наверное, недоработок АИ, искусственного интеллекта. Ну, тяжело назвать это искусственным интеллектом. Недоработка в том смысле, что враг скорее бы уклонился. И то больше процентов был бы шанс на то, что что-то у него из этого получится. Отец. А нет. А нет, а нет, а нет, а нет, а нет. Короче, сейчас, секундочку, я хочу что сказать. По-моему, у него после этой миссии появлялся диалог. То есть, он мог начать преследовать Фолкнера. Если я не ошибаюсь. И тогда бы сюжет пошел уже совершенно по другому руслу. Но вот сейчас этого не было. То есть, возможно, я где-то, по-моему, читал, что Бастин должен был находиться в каком-то другом месте, допустим. Ну, на краю карты, да, чтобы последовать за ним. Не знаю, друзья. Опять же, первое прохождение. Неизвестно получится, на какую концовку. А вот дальше я уже буду читать, что к чему. Так, Камурш присмерт. Я думал, что он уже мертв. Бастин, слушайте тщательно. То, что я должен сказать. Так как время моего пребывания в этом мире заканчивается. Отец, экономьте ваши силы. Я не позволю вам погибнуть. Просто лежите неподвижно и позвольте нам обработать ваши раны. Я не могу защищать вас дальше, Бастин. Вы должны закончить вашу поездку без меня. Положитесь на силу Мелия и новых... Наверное, Пака, да, было написано? Пака, Мелия и новых союзников, что разделяют вашу любовь к правосудию. Иона, Рейна, я прошу вас помочь Бастиону. И следить... Рак. Боже, простите, тут драматический момент, а то я смеюсь. И следить за Паком, Мелия. Прекратите, Камурш. Прекратите говорить, как будто ваша смерть неизбежна. Вообще, так, знаете, всегда бывает, да? Без того, чтобы лежать спокойно и помочь, и своей ждать. Все, у меня уже... Я вижу свет в конце туннеля. Ну, не знаю. Наверное, раны слишком серьезно, да? Увы, это так. Раны, которые я получил, смертельны. Пожалуйста, затяните посильнее эту повязку, Бастион. Вы должны остановить кровотечение. Сообщите Гальвасу, что высший дух спит. У ног льва. Скажите ему ввести святой род к свету. Я, когда первый раз проходил, тоже думал, что у Камурша уже помутнение растут, но на самом деле это своего рода ключевая фраза. Запомните ее. Вы безумный отец. Слова, которые вы говорите, не имеют смысла. Бастион, я говорю мудрые вещи. И однажды вы все поймете. У меня есть просьба, что ли. Прежде чем вы закончите вашу поездку, вы должны знать, как это началось. А вот сейчас, друзья, будет самый интересный момент сюжета. Я так думаю. Смотрите. Алугард, пожалуйста, поспешите, ваше величество. Имперские силы быстро приближаются. Посмотрите на портрет персонажа, никого он вам не напоминает. Это Камрдж. Это Камрдж в костюме Альба, который сейчас достал Себастиону. А рядом с ним принц. Король даже. Я ценю ваше беспокойство, Алугард, но я не знаю, что за силы покушаются на нас. Подождите. А это кто? В костюме-то Фолкнера, нет? Савара, вы привели сюда имперские силы. Вы те, кто предали мое доверие. Почему? Поскольку я узнал, что моя деревня была разрушена королевством, а не империей. Кровь моей жены окрашивает ваши руки. И именно ваша синяя кровь должна украсить мой меч. Император Дегуал сказал неправду, Савара. Он использует вашу печаль, чтобы управлять вами. Достаточно. Мне наплевать, кто из вас является Алгуном, потому что вы оба часть горькой чаши моей мести. Савара, я сочувствую вашей потере, но это безумие. Никакое кровопролитие не возвратит ее. Ваше Величество. Боже мой. Ну, короче, уйдите, наверное. Боже, ну почему-то кекс прокручивается. Я буду бороться против Савара, в то время как вы убежите из столицы. Нет, Алугард. Я останусь здесь, чтобы дать Савара возможность для его мести. Что? Теперь вы, ну, наверное, говорите глупость, Ваше Величество. Я принял присягу, чтобы отдать мою жизнь за вашу. И как ваш командующий, я тем самым освобождаю вас от вашей обязанности. Теперь идите. Империя уже близко. Я никогда не забуду вашу честь и храбрость, Ваше Величество. Никогда. Я приговариваю вас за Ваше Преступление против Человечества. Ваша казнь пройдет быстро. Нет, это вы, кто должен погибнуть, Савара. Ваша смерть должна быть столь же бессмысленная, как и смерть вашей жены. Мне просто жаль, что я не могу заставить вас увидеть правду. Итак, у них произошла драка, и они убили друг друга. А кто этот мальчик, друзья? Отец, что случилось с вами? Император Дегал. Что за провокционное развитие? Отец Фолкнера убит самим королем. Да, а это Император Империи, который был в тот момент. Почему вы, дураки, стоите там? Преследуйте Алугарда и захватите его. Отец. О, отец. О чем я говорил, друзья? Про черное и белое. Фолкнер ведь тоже в каком-то роде... Получил серьезную психологическую травму и просто поклялся на имени отца, что будет мстить. И Бастион, за которым Каммордж стал присматривать. Объект. Этой самой мести Фолкнера. Ну и Алугард. Он же Каммордж. Оказался весьма непростым человеком. Он был личным телохранителем короля. Ну и... Вы видите, что отец Фолкнера пришел. И... Его семью убили с целью натравить его на самого короля. Фолкнер, я сожалею об этой потере. Савара был хорошим человеком. Вы должны нести его наследство с честью. И вы должны восстановить империю в ее прежней славе. Тогда мы осуществим нашу месть. Я сделаю все, что только смогу, чтобы помочь вам, император Дегал. Я посвящу свою жизнь разрушению королевства. Ваша преданность должна быть щедро вознаграждена, Фолкнер. Я обещаю вам. Спасибо, ваше величество. Такие пироги. Отец, я утоплю королевство в океане их собственной крови. Я клянусь на вашей душе. Да-да. Ну, я думаю, что и лишних слов здесь не надо. И поскольку корол, король, корол, боролся к сражению, я увел его, единственного сына, подальше от замка. Вы боролись за королевство, отец? Вы были телохранителем короля? Как такое может быть? Дни прошли так быстро, Бастион. Я всегда думал о вас, как о мальчике. Но вы теперь мужчина. Вы можете быть мне не сыном по крови, но вы стали моим сыном в моем сердце. Что вы говорите? Бастион, вы должны идти по дороге, на которую ваша совесть выведет вас. Я прошу, чтобы вы жили с честью и шли со светом. А я так любил эту мелодию раньше. Отец? Отец, очнитесь! Что вы подразумеваете? Я не ваш сын? Ответьте мне, отец! Отец! Нет. Нет. Такие, друзья, дела. Если говорить простым языком, империю и королевство просто стравили. И Фолкнер, несмотря на то, что является генералом, не правителем, не руководителем империи, у него свои далеко идущие планы. А королевство, принцесса и принц просто его пешки-марионетки. Хотя, садира, принцесса, она не такая и простая, как кажется. У нее, в принципе, голова на плечах. Она понимает, что творится совершенно неправильные вещи. И она хотела бы положить конец этой вражде между королевством и империей, но ее сил недостаточно. А доели просто пешка. Доели просто пешка. Не знаю, что делать, чтобы уменьшить боль Бастиона. Но все, что мы можем, это видеть его печаль. Кое-что мы можем сделать, Рейна. Мы можем взять его Гальвасу и помочь ему открыть правду. Это было последним желанием Камурджа, чтобы мы сделали это. И я никогда не отменю решение такого почитаемого человека. Бастион нуждается в тебе, Мелия. Иди, постарайся успокоить его в его горе. Да, конечно. Мы не можем оставить атаку Камурджа, иначе ее могут украсть бандиты. Пак, ты можешь управлять Баразафом? Да, я могу водить его. Я только не знаю, как драться на нем. Это отлично. Я не предполагал, что у тебя есть военная практика. Девлин, как вы там с Барлоу? Собираешься идти с нами или пойдете другой дорогой? Мы идем с вами, потому что это безопаснее. А, не только потому, что это безопаснее, но потому, что это мы хотим знать, что будет происходить. Хорошо, тогда программа «Курс на замок Араба» должно быть восточнее отсюда. На границу с Империей идем. А вот и Эндрю, который пока что остался нами забыт, лишь только в сюжетных диалогах появлялся. Не знаю, как вы, но только я заметил, что мы отправляемся прямо в замок Араба. Хорошо, ты разве не наблюдатель? Интересная диалогия. Ладно, почему ты спрашиваешь? О, потому что разбушевались имперские силы не так давно. Я... Я уверен, в чем-то он уверен, что, может быть, там много заключенных, военных заключенных, правильно? О чем ты говоришь? Замок Араба никогда не окажется в руках Империи? Никогда не говори никогда, мой друг. Они не только требовали замок, но также захватили несколько генералов. Гальвас? Да-да-да. Очень важный парень, потому что Дюк Зайра направляется в замок Араба, чтобы спасти его. Дюк Зайра? Правителя Варона? Зейра. Да, не Зайра, Зейра. Я точно помню. Правителя Валона? Почему ты не рассказывал нам об этом раньше? Ты упрекаешь? Я сделал бы это, но забываю дневной сон. Что? Но забываю дневной сон о тебе, мне и большой трубе полной шоколадного пудинга. Допустим. Расскажи мне о своих фантазиях и объясни, как ты смог узнать, что случилось в замке Араба. Ну, короче, у него какие-то сексуальные фантазии, связанные с Рейной, что ли. Так это нужно понимать. Эй, не стучи по пудингу, пока не попробовал его. Поговорка типа такая. А как я узнал об Араба, это очевидно. Все, что ясно мне, это то, что никто так и не любил, как ты себя. Что никто так себя, наверное, не любил, как ты любишь себя. Теперь объясни. Я знал о замке Араба. Барабанная дрожь, пожалуйста. Я лучший. Что мы будем делать Иона? Ну, Эндр такой своеобразный человек, знаете. Уже далеко не молодой, но, блин, просто в одном месте, не знаю, юность играет. Эй, ты придаешь высокую оценку той информации, которую я тебе дал? Предпочтительно твоими губами. Почему так переводят фразы Эндрю? Хорошо, мы не можем продолжить про Араба. Если Эндрю говорит нам правду, конечно. Да, это очень неприятно, друзья. Многое из сюжета теряется. Я полагаю, что мы должны встретиться с Дюком Зейрой и определиться, что происходит. Как обычно, я абсолютно согласна. Назад на запад. Куда мы идем? Так тут, оказывается, будет четвертая миссия. Мы прямо в королевство Валон пришли. В замок Араба пойдем немного позже. Хорошо, леди. Я боюсь, что вам придется пожить чуть-чуть без меня. Ты не мог бы сделать это навсегда? Не нравится твое чувство юмора, мой маленький сочный персик. Но ты намного милее, когда не говоришь. Ну да, Эндрю просто забавен. По-любому, здесь рядом есть город с моими подружками. И мы очень хорошо ладим. Хорошо. Эндрю пошел по бабам. А мы будем встречаться с Дюком Зейрой. Как замечательно, действительно. Все, двигаемся. Замок Зейра теперь не так далеко. Почему бы тебе... Не поиграть, чтобы добраться? Я знаю, ты хочешь меня опустошить, как кролика. Ах, хорошо, моя дорогая. Возможно, у тебя будет немного сахарку для меня, когда я вернусь. Он всегда пропадает вот так. Иногда на дни. Я не знаю, почему и не хочу знать. Все, что я знаю, я не буду возражать, если он будет бродить на ближайшем обрыве. Да, такие отношения сложились. Так, что у нас здесь? А эту сцену я, кстати, помню. Еще одна замечательная композиция из этой игры. Прежде чем добраться к замку Араба, где, кстати, в заложниках держится Гальвас, насколько мы могли понять, которым мы и собираемся. Мы пошли на встречу с правителем Авалона, Дюком Зейрой. О, Бастион, я не могу видеть вас страдающим. А вот и Дюк Зейра. Рейна, это один из самых трагических рассказов, которые я когда-либо слышал. И еще одно серьезное основание, почему мы должны спешить на защиту Гальваса. Между прочим... Я герцог Зейра, лидер Авалона. Лидер княжества Авалон. Бастион, честь для меня встретить вас. Бастион, пожалуйста, покажите хоть немного уважения. Герцог говорит с вами. Это вполне понятно, Рейна. Я не оскорбился. Он прошел через настоящее испытание. Я знаю боль, которую вы сейчас чувствуете, Бастион. Но просто послушайте то, что я хочу сказать. Гальвас Деррит содержится против его желания в замке Араба. Я намереваюсь освободить его. Я хочу. Нет, мне нужна ваша помощь. Всего один атак может решить исход сражения. Рейна информировала меня, что Камардж намекнул Гальвасу по поводу тайны, которая будет ценна для вас. Я чувствую, что Гальвас может дать ответы на многие из ваших вопросов, которые все еще остаются неотвеченными. Фактически, офицеры возвратились информацией, которая может быть вам интересна. Солдаты, охраняющие замок Араба, те самые, с которыми ваш отец боролся на мосту Маки. Это они? Ну что, лишний повод отомстить? Нашли чем заинтересовать Бастиона? Не, на самом деле в такой ситуации легко впасть в депрессию, что сейчас и сделал Бастион. То есть у него все мысли только лишь об отце, который, по сути, оказался ему вовсе не отцом. Но отцом по сердцу, а не по крови. Время перед... Короче, время очень мало, но заканчивается. Я был бы доволен, если вы присоединитесь ко мне в замке Араба. Рейна говорила насчет ваших навыков. Кажется, что вы были бы большим подспорьем. Сэр, я буду сопровождать вас! Я, правда, прошу об одном условии. Обещайте, что вы не будете вмешиваться, когда я буду убивать ту свинью, что убила моего отца. Но, Бастион, рано, 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 рано. Фолкнер слишком силен. Между прочим, ваша ненависть друг к другу взаимна. Как стравливать просто два королевства, да? Хотя, по сути, повода для вражды нету. То есть, можно жить в мире? Можно. Но нет. Даю слово Бастю. Ну, вы знаете, слишком частенько я замечал, допустим, в фильмах, в каких-то произведениях искусства. Так, давайте сохранимся на какой-нибудь из слотов. Так, я не знаю, на какой. На пятый, на пятый я всегда сохраняюсь. Во, сейчас, секундочку. Оно хоть сохранилось, потому что-то мне кажется... Да, да, сохранилось. Все у нас в порядке. В книжках, в фильмах всегда говорили, что когда человек дерется лишь ради мести, это ни к чему хорошему не приведет. Месть просто застилает глаза, ты действуешь неразумно и все прочее. Час третья называлась трагическим прощанием, друзья. Давайте немножко поиграем в миссию 4 и на этом закончим. Так, прежде всего, еще мне предлагали... Что же мне предлагали? Отдать костюм Ионы, ну, допустим, Девлину. Да, да, вот так вот. Почему? Это будет небольшим спойлером. То есть, если честно, я вот сам этого не помню. В детстве я играл в эту игру много, но очень много и не помню. Почему? Не знаю. Факт в том, что Иона нас покинет после этой миссии. Не знаю почему, вот серьезно, просто не помню, но... Я поменял ее костюм, поэтому должен был рассказать об этом, хоть это и является, по сути, спойлером. Вот, а ее костюм Борозав, который, по сути-то, был костюмом Камморджа. Ой, так может и Барлоу дать? Костюм Камморджа ж остался, правда? Да, 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 да. Нет? Стоп, поручили же Паку починить костюм Камморджа. Такой же Борозав. Костюм, почему я говорю костюм? А? Ну, короче, может, не знаю, может, время должно пройти. Факт в том, что Ионе мы все дали. Оснащать ничем другим пока не стоит. Ой, он тоже опаловый камень. Кстати, мощь поднакачать мощность на 3, и будет шаровая молния и у... А, хотя, погодите. Ее тогда, получается, не надо качать. Наверное. Наверное, так. Ну, с Девомом конспитаж ситуация, хотя ему надо жизни, жизни, жизни. Жизнь это, по-моему, первый навык основное, да? Ну, мне так кажется. Но 55 это очень мало. Очень, очень, очень. С другой стороны, 3 мощности дадут шаровую молнию, по логике вещей. Тейл Барлоу ситуация похожа. Их надо, блин, качать, потому что... Ну, нехорошо это как-то все получается. А, уже готов, Бастион. Да, 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 да. Больше нам здесь ничего не надо. Давайте-ка пообщаемся с кем мы можем. Эндрю с нами? Нет, Эндрю пошел по бабам. Я понял. Эм, Девлин, посмотрите, как-то неоднозначно относится к Бастиону. Ну, он видит, что Бастион тоже на поводу своих эмоций живет. Но, в данной ситуации можно его понять. Так, давайте по старой схеме действовать. Я сохраняюсь и будем общаться со всеми. Чтобы ничего интересного не пропустить. Правда, у нас всего лишь 4 осталось персонажа без скаморджа. Так, ну давайте с Ионой пообщаемся. Бастион, если Рейна предложит вам что-то испечь, по-моему. Да, 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 что-то испечь. Советую вам отказаться. Ваша пищеварительная система поблагодарит вас за это. Похоже, Рейна не подходит на роль домохозяйки. Похоже, что так. Так, Рейна. Я испекла Ионе печенье, но я, должно быть, использовала не те компоненты. Почему еще ее так рвало? Это забавно. Мелочь, но приятно. Такие моменты, конечно. Разбавляют общую атмосферу и драматическую и так далее. Вы думаете слишком много, Бастион. Чувство не думает. Используйте ваши инстинкты. Следуйте за сердцем, а не за мозгом. Что-то мне так кажется, что здесь должно быть написано следуйте за мозгом, а не за сердцем. Потому что тогда Девлин, как бы, в данной ситуации противоположит противореченцам себе. Так, перезагружаемся. Давайте с Ионой не будем общаться. Ну, с Девлином, например, надо, потому что отношение к нему улучшится после того, как мы пообщаемся с ним. Наверное, так. Так. Понятно. С Девлином. Девлин понимает всю ситуацию не хуже нас и старается все-таки действовать мозгом. Ну и Барлоу. Бастион, вы знали, что Рейна любит делать печенье? Она бесспорно идеальная женщина. Судя по твоему лицу, тебе тоже не очень хорошо от ее печенья. Так, ну, в общем-то, все. Мелочные такие диалоги. Миленькие-миленькие, но... Интересно, в принципе. Так, ну что, давайте брифинг, что ли, проведем. Да-да-да, это та миссия. Я пришел для того, чтобы... Что-то... А, требовать свой замок обратно. Ё-моё. Вот опять же, я что-то упускаю. Все из сюжета. Оказывается, замок Араба захвачен. Замок герцога Зейры захвачен. Получится так. В общем-то, Зейра говорит о том, что... Наша единственная цель спасти Галваса. То есть, смысл в этом, а не в том, чтобы... Вернуть свой замок. Иона и Рейна изучили карты, полученные от разведки. Я верю, что они найдут путь. Наше главное задание их... Сдерживать имперских солдат... Занятыми, чтобы выиграть время для Иона и Рейна, пока они ищут Галваса. Однако, они... Не должны быть... Короче, не должны переживать из-за того, что мы сдерживаем себя. Не знаю. Мы должны поддерживать эту хрупкую иллюзию. Две атакующие границы использованы. Основные силы будут атаковать с передовой. Остальные со стороны. Генлан и я поведем основные силы. Бастион, ты поведешь вспомогательные войска. Если наша разведка права, мы столкнемся с гораздо большим количеством атаков, чем я предполагал. Что по поводу... Фолкнера. Ты предполагаешь, что он присоединится к своим войскам в битве? Я не могу быть уверен, Бастион. Главный должен вести в бой... А, ну, в общем-то, я предполагаю, так как главный должен вести в бой, или он потеряет уважение своих людей. Помни, наша задача удержать имперских, пока захваченный Галвас не будет в безопасности. Как только мы получим указание Теоны, мы должны сразу же отступить к Авалону. Я знаю, что ты страшно желаешь вместе, Бастион. Но я не могу позволить тебе рисковать жизнью Галваса, чтобы осуществить ее. Ну, ситуация понятна. Кстати, это будет самая масштабная миссия, в которой вы поймете всю прелесть этой игры. Потому что здесь, помимо нас, будет множество нейтральных солдат со стороны королевства и со стороны империи, которые будут воевать между собой. Это будет грандиозная битва, друзья. Так, ну давайте, что ли... Ладно, в начале, в начале битвы сохранимся. Да, сделаем так, пожалуй. А вот империя. Как вы знаете, я послал армию, чтобы захватить этот замок. Я ожидал этого, и абсолютно спокоен. Мы позволим герцогу Эзера... Эээ... А, силам герцога Эзера прибыть на место. Они должны истощить свои силы в Ассане. И затем мы покажем нашу истинную силу. В этот момент герцог и его люди должны быть уничтожены. Это всё, господа. Возвратитесь к вашим постам и ждите дальнейших распоряжений. Это называется план Капкан. Хм, в простонародье. А это кто? Я полагаю, что вы имеете превосходную причину, чтобы прерывать эту встречу. Мне очень жаль ваше превосходство. Я нахожу важным сообщить вам, что принц Дайери отбыл. Что? Я дал распоряжение... Чтобы он входил и не выходил из араба, пока угроза Авалона не будет подавлена. Я сказал ему это ваше превосходство, но он имперский принц. Он был весьма непреклонен. Он нёс околесицу. Бармотал что-то об исправлении ошибок в сражении при мосте Макуи. Ха-ха-ха. Дайери на самом деле... Ну, баран, что сказать. Причём это понимает и Фолкнер, и королевство. Ха-ха. Короче, он для всех баран. Ну, свои амбиции, в общем-то... Он просто хочет доказать, что он тоже воин, что может сражаться, что может быть достойным империи. Со сломанным атаком снова во второй раз уже полезет в битву. Я приношу извинения и прошу вашего прощения, ваше превосходительство. Вот так, прервали собрание. Это усложняет ситуацию, проклятый Дайери. Наши распоряжения, господа. Мы должны мобилизовать наши атаки, чтобы бороться рядом с храбрым принцем Дайери. Ха-ха-ха. А на людях он храбрый, конечно же. Мы будем несомнен... А, мы несомненно понесем большие потери. Большие потери, чем я изначально ожидал. Но наш превосходящий навык борьбы и численность должны все же обеспечить нам победу. Конечно, мы должны оставить полк на территории замка. Я решил, что ваш полк, командующий заков. Ага, на территории замка. О, а вот здесь будет проблемка. Находится здесь очень интересный персонаж. Я его, честно, в детстве любил, потому что он забавный. Но как его озвучивать, честно не знаю. В общем-то, заков, насколько я понял, обладает то ли немецким, то ли французским акцентом. Что? Но почему мои люди и я должны быть лишены участия в грядущем победном сражении? Ой, какой дебильный акцент получился. Я не знаю, надо придумать, как его озвучивать. Ну, вот такой он, в общем, заков. Ну, а заков, фамилия-то... Или заков, фуфу, или заков, русская фамилия. В общем, неоднозначный такой персонаж, но забавный. Один из командиров. А, в общем, да, заков будет... Что-то я ничего не пойму. А, армия закова будет находиться, охранять замок, да, сам. В тот момент, когда армия Фолкнера будет воевать и сдерживать войска Авалона. Конечно, человек в вашей мудрости должен понимать, что мы не можем оставлять арабу без прикрытия, командующий. Вы должны быть... Эээ... Горды, что ли? Что я поручил вам задачу такой большой важности, а не оскорбляться. Нет никакой чести в том, чтобы прятаться за стенами... Чтобы прятаться за стенами замка Фолкнера. Больше я не знаю. Я хочу драться. Вот, кстати, в этом переводе пока не заметен его акцент, но, возможно, просто он еще не успел проявиться. К сожалению, Заков, я не имею ни время, ни сил спорить с вами. Вы должны повиноваться моим приказам, и вы будете охранять арабу до моего возвращения. Я был бы очень признатен, если вы не... Если вы последуете моим... А, я буду непризнатен, если вы не последуете моим инструкциям Заков. Очень разочарован. Вы понимаете серьезно слов, которые я вам адресовал? Как бы я хотел убить вас медленно, вы саркастичный ублюдок. Вы саркастичный ублюдок. Я понял, Фолкнер. Вот как всегда, да? На уме одно, на языке другое. Ну а что делать? Против генерала идти? А, да-да-да, я помню это еще по своему прихождению. Что-то ваш акцент усилился, командующий. Я молюсь за вас, чтобы он скоро пропал совсем. По-моему так, не уверен. У меня могли сбиться настройки, что текст быстрее прокручивается? Я думаю, что могли. Думаю, что могли, и надо будет это в следующем эпизоде исправить. Теперь защита Галваса в течение нападения будет иметь жизненную важность. Он может все же оказаться полезным. Это будет великолепный день в истории Империи, господа. Бороться! Вот так. Заставки отнимают львиную долю времени. Но я бы предпочел, чтобы вы воспринимали это как фильм, скажем так. То есть, то, что я так думаю, что сейчас на этом серии будем заканчивать. Я хочу сказать, что то, что мы посмотрели только половину окончания битвы, которую я начал в прошлом эпизоде. В принципе, наверное, это не должно быть плохо. Потому что история-то продолжается, игра-то продолжается, сюжет продолжается, за которым, в принципе, интересно наблюдать. Ну, я так предполагаю. Да еле и раньше был на своей левой мухой, но теперь он угроза моим планам. Я должен разобраться с ним. Ну, как-то так. А вот и Галвас. Вот сейчас будет забавный момент, я, кстати, его хорошо помню. Вот охранники. Эй, где охранники, которых мы, как предполагается, должны сменить? Они в соседней камере. А кто там подходит уже, а? Мы что, опоздали на смену? Я не думал, что мы провели так много времени, подсасывая пиво. По стелсу. Рейна так говорит с разворота. Галвас! Помоги мне, Иона, мы должны придумать, как вытащить его из камеры. Я думаю, что у меня есть хорошая идея, как это сделать, Рейна. Я должна просто напоить охранников. Напоить охранников? Зачем? Может быть, обыскать охранников? Хм. Он немного меньше, чем обычно, но вот он. Ключ от камеры Галваса. Почему такой? Вот знаете, что я не понимаю? Я понимаю, если бы был машинный перевод, но тогда была бы откровенная ерунда написана. Но я понимаю, что, в принципе, текст-то связан. Значит, переводил все-таки человек, а не машина. Не просто какой-то переводчик. Но если переводил в человек, почему здесь так много ахинеи? Что значит напоить их? Обыскать их? Намного легче, чем попытаться проскальзнуть через решетку, если вы спросите меня. Галвас, мы прибыли, чтобы спасти вас. Но вы, вероятно, поняли это, когда мы демонстрировали наши рукопашные боевые навыки на этих бедных дураках. А как, интересно, пробрались они сюда? Неужели так мало охраны в замке-то? В темнице этой. Очень странно. Тем более, Фолкнер же действительно усилил охрану. Он понимает, что удержание Галваса в камере, это серьезный шаг, очень важный. И почему так произошло? Всего лишь два охранника, еще и бухи. Галвас, вы ранены? Эти люди империи мучили вас? Я буду в порядке. Единственной пытке, которой я подвергся, это поход сто лет всего один раз в день. Кстати, Галвас чем-то похож на камурза, тоже человек старой закалки, но они старые друзья были. Так что, в принципе, это неудивительно. Командующий корпусом Авалон, если я не ошибаюсь, да? Возможно... А, возможно, мы будем проходить возле уборной после того, как вы освободите меня из этой проклятой темницы. Я приношу извинения, Галвас, но вы будете должны потерпеть, пока мы не выйдем с замка. Боже мой, в чем проблема прямо здесь пописать, извините. Тоже мне. Отомстить империи, а? Вот таким способом. Просто взять и написать где-то в углу. Как кошки мстят, да? Хорошая работа. Очень хорошая работа, правда. Босс будет впечатлен, когда он услышит об этом. Ребята! Я нихрена этого не помню. Эндер-предатель? Какой босс? О чем речь? Я реально этого не помню. Блин. Вот такая вот все. Старость рядом. Амнезия там же. Да. Посмотрите, вот просто, насколько длинное вот это сюжетное вступление. Очень длинное. Но, если бы оно было неинтересным, это другой вопрос. А вот поля бия. Бу-у-у-ля-бля. Поля бия. И здесь находятся, друзья, пожалуй, самый необычный атака в игре. Да блин, это кентавр практически. Это робот в виде лошади. Именно на нем ездит герцог Зера. Это его фирменный атак. Причем весьма мощный. Похоже, план сработает. А они все будут вне Арабии. И не будут нас преследовать. Я просто молюсь за то, чтобы женщина нашла Гальваса быстрее, чем эти имперские прихвостни опозорят нас. Бастион, ты должен атаковать. Это Фолкнер. Ну вот. Силы Бастиона. Хотя тяжело это назвать силами. Здесь только Бастион, Барлоу и Девлин. Непривычно видеть Девлина в Баразахе, но... Это действительно он. У нас всего трое здесь. Следуй планы Зейры. Ты понял меня? Девлин принимает роль отца, который старался утихомирить эмоции Бастиона. Кстати! Ребят. Возможно, это тоже... Возможно, это тоже чем-то повлияет на сюжет. Вот такой выбор. И почему-то здесь, конечно, снова не видно второго варианта ответа. Но давайте ответим, что мы поймем. Потому что, как я и хотел, я хочу действовать по зову сердца. И, ну, не знаю, по зову мозга точно так же. И в данной ситуации, я думаю, лучше действовать разумно. Потому что, если мы будем на пролом добираться к Фолкнеру, чтобы стараться его убить, банально убьют нас. Несмотря на то, что мы должны отомстить, но должно быть разумно, иначе мы сами погибнем. Какой смысл тогда в этой месте? Понял. Я буду действовать по плану Зейры, до тех пор, пока не найдут Гальваса. А затем я собираюсь похоронить Фолкнера. У меня с этим нет проблем. Только останься жив, пожалуйста. Мне безразлична смерть, но я не умру до тех пор, пока жив Фолкнер. Умрешь, Бастин. Еще не раз умрешь. Спасибо моим рукам. Ну, в общем-то так. Сейчас осмотрим поле боя. Так же, как я делал, когда проходил Fire Emblem. Ну, в принципе, ничего особо интересного. Фолкнер не изменился со времен последней битвы. Ну, возможно. Возможно, в чем-то и изменился. Не знаю. Факт в том, что тут те же самые солдаты, которые телохранители. Которые также могут быть сильным порезом. Наделены, да, способностью. Но пока я этого не вижу, кстати. Доери здесь. Здесь доери. Вроде, смотрите, вроде не так и сложно. Да, с учетом... Ну, нас, понятно, тут мало. Но здесь у герцога Зейры очень сильные... Очень сильные солдаты. Вот солдат королевских войск. Именно в таком находился Савара, кажется, да? Король. Авалона, которого убили. Если я не ошибаюсь, да? Называется Хейз Рон. Вот такой вот зелененький атак. Но эти мы уже видели, кажется. Или нет? А может быть и нет. Атак под названием Глейв. Но! Есть еще один командующий Авалона. Генлон. Ой! Или это у этого было... Нет, акцент все-таки был у Закова. Но вот этот тоже мне напоминает, знаете, такого казака. Очень интересный у него атак под названием Вайбан. Тоже уникальный. Потому что ни у кого больше в игре такого атака не будет. С крылышками такими себе, да? И такая конусовидная короткое копье, если можно так назвать. Под названием Хвост Дракона. И он сильный, друзья. Он действительно сильный. Вот. Ну и атак Герцога Зейры. Вот такой вот себе Кентавр. Тореадор называется его атак. Кляча Короля. Кстати, у него уникальный камень. Такое тоже бывает. Возможно, этот уникальный камень со временем даст ему какую-то уникальную способность, которую может изучить только сам Зейра. Ну, в принципе, Зейра, Генлан, тот же Дайери, тот же Фолкнер. Все эти персонажи не так, знаете, на пару уровней и все. Они будут с нами до конца игры в том или ином виде. Но здесь вход в замок. И пока там Иона с Рейной занимаются своими делами, а Эндрю... Не знаю, что Эндрю. Друзья, это интрига. Поэтому я вам предлагаю возвращаться в следующем эпизоде. Будет сложно. Я эту миссию очень долго проходил в свое время. Ну, не знаю, почему так. Просто было тяжело. Нам сейчас будет главное занять этот мост. Ну, в общем-то, разберемся, да? На этом я предлагаю вам остановиться, потому что серия получится слишком длинной. Как я и говорил, друзья, этот лодисплей затянется очень на многое количество эпизодов. Ну, по-другому не сделаю я. Я могу его сократить с помощью, допустим, если я начну там сильно торопиться, уберу заставки графические, но... Зачем тогда вообще нужен такой лодисплей? Пусть лучше он будет длинный, чем какой-то нудный, чтобы мы куда-то с вами торопились. И потеряли весь вкус этой игры. А игра вкусная. Оставайтесь на линии, друзья. Нас ждет еще много интересного. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...